Систему подготовки военных кадров в Беларуси необходимо совершенствовать и приспосабливать к современным реалиям. Такое поручение президент Беларуси дал во время участия в проверке уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава вооруженных сил. Александр Лукашенко ознакомился с новыми образцами вооружения, понаблюдал за танковыми стрельбами, проинспектировал быт военнослужащих в полевых условиях. Требования, на которые обратил внимание президента, остаются высокими. Профессионализм, дисциплина, выучка и непременно любовь к родине. Белорусская правительственная делегация провела встречи с еврокомиссарами в Брюсселе. Вице-премьер Анатолий Калинин в течение нескольких часов общался с руководителями транспортной сферы Евросоюза и ее механизмов политики соседства. Стороны договорились, что проекты софинансирования регионов будут проходить через Европейский банк реконструкции и развития и наш Белинвестбанк. На встрече в Бельгии также обсудили совместную работу в трансграничном строительстве, проектировании дорог и увеличении объемов грузовых перевозок. В Берлине поздно ночью завершилась встреча нормандской четверки по урегулированию ситуации вокруг Украины. Участники саммита подтвердили, в основе процесса должны лежать Минские соглашения. Соответствующую дорожную карту согласуют главы МИД Украины, России, Германии и Франции. Она будет составлена с соблюдением всех положений Минских соглашений. Президент России заявил о готовности расширить миссию АБСЕ в Донбассе, а президент Франции считает, следует контролировать немедленное и полное прекращение огня и отвод вооружений.